Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha. Это подкаст для тех, кто изучает русский как иностранный. Транскрипции с ударениями и переводом на английский язык вы можете найти на Патреоне. Там же можно подключить опцию проверки домашнего задания. Домашку я озвучу в конце выпуска. Сегодня я расскажу вам о том, как я чуть не умерла, когда мне было 23 года. История со счастливым концом о самом тяжёлом периоде моей жизни. Как вы знаете, в 22 я приехала в Таиланд, чтобы преподавать английский язык. О своих приключениях я рассказала в первом сезоне этого подкаста, в четвёртом выпуске. Вы узнаете не только о моей жизни в Таиланде, но и услышите много словосочетаний с глаголами движения. В Таиланде я прожила всего один год, выпив огромное количество лекарств. К сожалению, я там постоянно болела. У меня была пневмония, различные инфекции и даже дифтерит. Я подорвала своё здоровье. Со сниженным иммунитетом я вернулась в родной Новосибирск в мае, съездила на месяц в Европу, а в июле начала искать работу. Всё это время у меня то и дело возникал кашель, но он не вызывал у меня вопросов. Это было слабое покашливание. Ничего особенного, думала я. Через три месяца после возвращения домой я начала стремительно терять вес. С 63 килограммов мой вес снизился до 49. К слову, сейчас я вешу 53 килограмма. У меня пропал аппетит. Я могла проводить несколько часов в день за поисками работы, не замечая, что я голодна. У меня не было энергии, и я часто спала после обеда. По вечерам поднималась температура до 37,2. Ночью я часто просыпалась с мокрой шеей. Я списывала всё на стресс и личные переживания. Эмоционально мне было трудно ещё и потому, что я состояла в отношениях на расстоянии. Мы с моим молодым человеком пытались найти работу за границей, чтобы иметь возможность жить в одной стране. Как вариант, мы рассматривали Китай, и я даже получила несколько предложений от работодателей, но что-то меня останавливало, и я отказывалась от работы. Думаю, что подсознательно я чувствовала, что мне не стоит никуда ехать. Помню, как однажды мне приснился сон, будто мы с близким мне человеком едем на машине. Он выкручивает руль и резко врезается в дерево. Я выбегаю из машины, не понимая, почему он это сделал. И тут мой друг достаёт пистолет и стреляет мне в грудь, попадая в лёгкое. Во сне я чувствую, как моя грудная клетка наполняется кровью и умираю. В этот момент я просыпаюсь от того, что не могу дышать. Я лежала на животе и начала задыхаться во сне. Думаю, это был знак. В октябре мне предложили должность в международной компании. Я прошла несколько этапов собеседований и стала региональным менеджером по продажам языковых программ за рубежом. Офис компании находился в Новосибирске, но обучение нужно было пройти в головном офисе в Москве. Мне показалось, что по дороге в столицу России меня немного продуло. Я начала кашлять ещё сильнее, появилась мокрота. Я думала, что у меня бронхит. Вернувшись в Новосибирск, я записалась к врачу. Когда я пришла на приём в клинику дыхания, врач послушала меня и сказала, что слышит хрипы. Она посоветовала мне немедля сделать компьютерную томографию. Я записалась на процедуру в один из лучших диагностических центров города. Результаты исследования были готовы через день. Я поехала забирать их в воскресенье, а в понедельник должна была пойти на повторный приём. Читая заключение рентгенолога, я не верила своим глазам. Оба лёгких поражены туберкулёзом, множественные очаги, воспалённые бронхи и распад в левом лёгком. Распад – это попросту дыра в лёгком, диаметр которой достигал 3,5 см. Приехав домой, я сначала не хотела ничего говорить маме, так как не хотела её расстраивать. Мне следовало показать результаты врачу, который меня осматривал. Мне было очень тяжело. Казалось, что жизнь кончена. Больше всего я переживала из-за того, что мне придётся отменить поездку к любимому человеку, и мы не будем видеться долгое время. Я понимала, что в таком случае нашим отношениям рано или поздно придёт конец. Как же так? Почему я не замечала, что мне изо дня в день становилось хуже? Я ведь нашла новую работу, которая мне нравилась, устроилась на перспективную должность. К нам в гости должен был приехать мой брат, но я попросила маму сказать ему, чтобы не приезжал. Когда она спросила, почему, я разрыдалась и сказала, потому что у меня может быть туберкулёз. В понедельник я поехала в клинику дыхания, где врач с круглыми глазами прочитала заключение и утвердила диагноз. Она посоветовала мне поехать в научно-исследовательский институт, который занимается лечением туберкулёза, потому что у меня было очень тяжёлое состояние. Она сказала, что это всё очень серьёзно. Потребуется месяц и, возможно, даже год, чтобы вылечиться. Я удивлена, что ты ещё не кашляешь кровью. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я не могла сдержать слёз. Мы с мамой приехали в НИИ, и нам сказали, что меня могут положить на лечение только в январе, так как в декабре закончились квоты, выданные государством. В России туберкулёз лечится бесплатно. Обычно больному нужно ездить за лекарствами в диспансер, находясь на лечении дома. Но тяжёлые формы болезни лечатся только под присмотром врача. Мне дали указание получить лекарство в диспансере и ждать квоты. Врачи выписали мне четыре вида таблеток, побочные эффекты которых было крайне тяжело переносить. Меня тошнило, болела голова, не было аппетита. Каждый день приходилось пить целую горсть таблеток. Я лежала дома и очень много плакала. Самым унизительным был разговор с моим работодателем. Они начали спрашивать, заразна ли моя форма туберкулёза, точно ли это туберкулёз. Им даже пришлось отменить новогоднюю ёлку для детей сотрудников, так как московский офис компании проходил санитарную обработку. Тогда я ещё шутила с друзьями, что я гринч, который украл Рождество. Но в целом мне было не до шуток. Каждый день я задыхалась, думая, что вот-вот умру. К счастью, моя форма не была заразной. Наконец, в середине января меня положили в НИИ. В палате было четыре койки, четыре тумбы, раковина, зеркало, стол и четыре стула. Нужно было привезти с собой чашки и тарелки и ни в коем случае не есть из общей посуды. Губки для мытья посуды также нельзя было использовать, так как на них могли скапливаться бактерии. Туберкулёз в России всегда считался заболеванием неблагополучного населения, например, наркоманов и алкоголиков. Им также болели некоторые заключённые и ВИЧ-инфицированные. Когда я увидела пациентов, я удивилась количеству молодых людей. Студенты, молодые мамы, люди интересных профессий. Я поняла, что туберкулёзом может заболеть кто угодно. Девушка, сидящая на диете, вегетарианец, спортсмен, врач. К моменту поступления в больницу мне было уже трудно ходить. Я с трудом поднималась по лестнице. Мне нужно было делать остановки, чтобы отдышаться. Оказалось, что лекарства не действуют, и микобактерии туберкулёза в моём теле не реагируют на терапию. У меня не только была дыра в лёгком и поражение бронхов, но и устойчивость к противотуберкулёзным препаратам. Это означало, что палочку, которую я подхватила, невозможно было уничтожить теми лекарствами, которые мне прописали. Врач сказал, что я привезла свою палочку из Таиланда. После тщательных анализов мне назначили другие препараты. Если интересно, почитайте список побочных эффектов тиризидона и протианамида. От приёма этих таблеток моему организму было хуже всего. Вы знали, что химиотерапия бывает не только у раковых больных. Каждый день нам ставили капельницы, водили на физиотерапию и ингаляции. Кормили в больнице не очень хорошо, поэтому родители часто привозили мне продукты и домашнюю еду. Моя мама также пыталась найти альтернативные способы лечения. Она где-то прочитала, что нужно есть борсучий жир, чтобы выздороветь. Конечно же, я не смогла проглотить и ложки. На первом приёме врач сказал, чтобы я крепилась, что ближе к лету мне сделают операцию, и что в больнице я примерно на год. Представьте моё состояние. Я почти смирилась с мыслью, что в один день могу просто не проснуться. После долгих слёз в скайпе мы с парнем приняли решение расстаться и не общаться. Мы даже заблокировали друг друга, чтобы я маниакально не проверяла его страницу и не писала ревнивые сообщения, находясь под действием лекарств. Мы оба понимали, что я не выздоровлю, если буду всё время переживать и думать о нём. Я много спала и лежала, читая книгу или слушая аудиокнигу. Со временем я подружилась с другими пациентами. В отделении было много девушек моего возраста. Некоторые из них приехали на лечение с Дальнего Востока. У каждой была своя история, достойная книги. Мы стали экспертами. Читали и комментировали заключения врачей. Без труда понимали, рентгеновские снимки и обсуждали ход лечения. Некоторых пациентов переводили в другое отделение, чтобы сделать операцию. Мало кому быстро становилось лучше. Эта болезнь имеет непредсказуемый характер. Сначала человек идёт на поправку, ему становится лучше, а через некоторое время всё снова очень плохо. Время от времени меня навещали родители и друзья. Нам разрешалось выходить на прогулку в сосновый лес, который окружал больницу. А зимой мы с другими пациентами даже катались на ватрушках с небольших холмов. Из развлечений были пазлы, причёски, макияж, изучение иностранных языков и карточные игры. Каждый переживал за пациентов, с которыми удалось подружиться. Мы поддерживали друг друга и пытались ободрить в моменты отчаяния. Одному из моих друзей удалили лёгкое и несколько рёбер. К сожалению, он не смог перенести этого и через год после выписки умер. Некоторые находились на лечении несколько лет, давно не были в родном городе и не виделись с родственниками. Тоска по близким только ухудшала ситуацию, ведь ключом к выздоровлению были положительные эмоции и позитивный настрой. В какой-то момент я сказала себе, что всеми силами буду стараться выздороветь. Я представляла, как моя рана затягивается, как мне становится лучше. Планируя будущее, я придавала себе сил и уверенности в выздоровлении. Каждый месяц нас водили на рентген. Обычно рентген делают раз в год, а у меня за год накопилось 10 снимков. В апреле врач сказал, что полость в моём лёгком стала намного меньше и что операция не понадобится. Взамен мне поставят клапан, который поможет полости быстрее затянуться. Я подумала тогда, ну уж нет, никакого клапана, всё затянется само собой. Так и вышло. Летом меня стали отпускать домой на выходные, а в конце августа, сделав контрольный снимок, мне сообщили, что полость затянулась и что мне пора ехать в санаторий. Я была безмерно счастлива. К сожалению, мои подруги, которые поступили в больницу до меня, всё ещё оставались на лечении. Все говорили, что с такой устойчивостью к препаратам и таким поражением лёгких поправиться за 8 месяцев было настоящим чудом. Мне предложили два варианта Северный Кавказ и Горный Алтай. Так как Алтай находился в 7 часах езды от нашего города, я предпочла таинственный Северный Кавказ. В санатории я прожила ещё 3 месяца, набрала вес и вернулась к прежней жизни. Горы подарили мне чувство свободы и безграничного счастья. Мы часто ходили в походы, купались в горных озёрах и даже катались на сноубордах. Вот почему горы так много для меня значат. Это место моего перерождения, место, в котором я снова обрела силу и свободу. Я никогда до этого не писала стихов, но именно в горах я написала своё первое стихотворение. Оно посвящалось тем трудностям, через которые мне пришлось пройти, а также друзьям, которые боролись с болезнью вместе со мной. Я поделюсь видео, в котором читаю это стихотворение со своими патронами. В декабре я вернулась домой. Мне было 24 года, а через два года меня сняли с учёта. Мне больше не нужно было принимать лекарства. В санаторий я съездила ещё два раза, побывав в горах во все времена года. Друзья, которых я обрела за время лечения, стали мне близкими людьми, и мы до сих пор общаемся. К сожалению, не все пациенты смогли расправить крылья. Кто-то сдался на полпути, а у кого-то случился рецидив, то есть болезнь возобновилась. Я надеюсь, что они победят туберкулёз и раз и навсегда забудут о нём. Год борьбы с туберкулёзом стал в моей жизни переломным. Переломным периодом, если можно так сказать. Я переосмыслила многие вещи, поняла, что для меня важно. Я поняла, что наш организм способен самоисцеляться. Я по-новому посмотрела на дружбу и отношения с родителями. Расскажите, был ли в вашей жизни период, который изменил вас и помог вам осознать некоторые вещи по-новому? Прошу вас рассказать об этом периоде в своём домашнем задании. Какие жизненные уроки вы вынесли из него? Как изменили своё отношение к привычкам, миру и людям? Опцию проверки домашнего задания вы можете подключить на Patreon. Все ссылки в описании. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Желаю вам здоровья и веры в собственные силы. Если вы сильно чего-то хотите, у вас это обязательно получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok